МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его величина уменьшилась на 163 рубля по сравнению с третьим. С чем это связано? Первые в стране в Наринмаре заработал строительный 3D-принтер. Первые элементы уже напечатаны. Покажем принцип работы высокотехнологичной установки. Расскажем, на что она способна. Больше баллов – выше шансы получить заем в банке. С 31 января все россияне смогут бесплатно узнать свой индивидуальный кредитный рейтинг. Где и как это можно будет сделать? Очередное пополнение в Нинецком кредитическом музее появилась самая крупная ракушка. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Подводим итоги четверга. В студии Олег Катанзейский. Мы начинаем. Правоохранительные органы Нинецкого округа завершили проверку бюджетных организаций и учреждений образования. Всего более 60 объектов. После поступивших накануне анонимных сообщений. Информация об опасности не подтверждена, пишет пресс-служба региональной администрации. На данный момент все предприятия работают в штатном режиме. Поднятые по тревоге сотрудники полиции, Росгвардии, ГУМЧС России и регионального управления ФСБ России по Архангельской области во взаимодействии с работниками гражданских ведомств провели предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения. Взрывных устройств не обнаружено. Напомню, утром 30 января на электронную почту ряда организаций и учреждений Архангельской области и Ненинского округа поступили анонимные сообщения о минировании объектов. В итоге было принято незамедлительное решение эвакуировать людей из административных зданий. Отмечу, наш регион стал не единственным субъектом, который получил ложное сообщение. В Кремле прокомментировали, что это наказуемое деяние. Лукоил и Ненинский округ продолжают сотрудничество. Сегодня глава региона Александр Цибульский и президент Павел Лукоил Вагит Олегперов подписали протокол к соглашению о сотрудничестве между администрацией региона и компанией на 2019 год. Компания окажет традиционную поддержку социально-экономического развития региона. В частности, запланировано финансирование мероприятий в области благоустройства, здравоохранения, культуры и спорта, молодежной политики и патриотического воспитания. Будут выделены средства на строительство духовно-просветительского центра «Русская Арктика». Лукоил намерен содействовать повышению уровня занятости местного населения, сохранению культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, а также реализовывать ряд благотворительных проектов на территории нашего субъекта. Депутат Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин провел рабочую встречу с директором Ненецкой телерадио-овещательной компании и руководителем телеканала «Россия-1 Рейнмар» Владимиром Томиловым. Стороны обсудили процесс перехода на так называемую цифру. О том, когда в Ненецком округе будет полностью прекращено аналоговое вещание, расскажет моя коллега Александра Литкова. В Ненецком округе аналоговое вещание практически не используется. Большая часть населения региона перешла на Триколор-ТВ. Телеканал «Север» перешел на спутниковое вещание еще в 2015 году. Во-первых, мы платили большие деньги, но его аудитория, которая пользовалась аналоговым вещанием, она не такая большая, совсем маленькая. У нас основной процент потребления телесигнала – это Триколор-ТВ, это 85% населения округа. Плюс мы, так как мы вошли в 21-ю кнопку, мы вошли бесплатно в Ростелеком, в свое время в ТСКОМ, который, к сожалению, уже не работает. Но в любом случае в IP-телевидении, все цифровые телевидения, которые предоставляют услугу НКС, в Ростелеком мы там вещаем. То есть наша зона вещания телеканала «Север» – 98% населения Ненецкого округа, радио – 100% населения округа. Телеканал «Россия-1» на «Ренмар» в прошлом году вошел в первый мультиплекс и параллельно ведет аналоговое вещание. Оно продлится до 3 июня 2019 года, поскольку Ненецкий округ попал в последнюю стадию прекращения аналогового вещания в стране. Кроме того, телеканал в этом году увеличит объем вещания. Мы взяли программные 40 минут в субботу, чтобы показывать программы. То есть я сейчас делаю таким образом, что программы телеканала «Север», которые не входят в первый мультиплекс, и пока это невозможно, он не войдет туда, мы можем показывать на каналах ГТРК мультиплекс. То есть, по сути, мы покрыты полностью эфирным вещанием. Мы совмещаем программы «Заполярье», допустим, выходят на «Севере», программы «Заполярье» выходят на «Заполярье», и, соответственно, вся аудитория абсолютно видит всем здесь наш контент. В свою очередь Сергей Коткин отметил, что по данным Министерства связи около 90% жителей России перешли на цифровое телевидение. Думаю, что в июне жители Ненецкоавтономного округа в полной мере учтят качество цифрового телевидения и будем надеяться, что у нас в округе этот процесс пройдет безболезненно. Если будут какие-то проблемы, просьба тогда информировать. Потому что я еще раз повторюсь, что на законодательном уровне, на федеральном уровне мы обеспечили в целом те регионы, те населенные пункты и то небольшое количество жителей России, которые не попадают, они в обязательном порядке должны быть обеспечены. Вот здесь очень важно, чтобы у нас таких людей, таких жителей не было. Для социально незащищенных слоев населения в регионе действует программа по бесплатному предоставлению цифровых приставок. На конец прошлого года их получило более 100 человек. Всего этой льготой могут воспользоваться около 500 человек. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Некоммерческие организации о своей работе и перспективах в взаимодействии с властями разных уровней сегодня рассказали на форуме НКО, который был организован на Общественной палате Ненецкого округа. Подробнее о том, как прошла встреча, в материале нашего выпуска. На территории Ненецкого округа зарегистрированы 175 некоммерческих организаций. 74 из них, общественные 9, структурное подразделение всероссийских общественных организаций. 4 общественных движения, также есть общественные фонды, автономные и религиозные объединения и другие. Все они в рамках регионального закона имеют возможность получать господдержку в виде субсидий и грантов. Субсидию на организацию деятельности получило 45 организаций. Департамент оказывает максимально возможную поддержку организациям в их участии в конкурсе президентских грантов. Это тоже одно из важных направлений. Мы сейчас тоже видим серьезный результат в этой работе. Максимальная сумма субсидий до 1 миллиона рублей. Грант до 250 тысяч. Ежегодно наблюдается тенденция как к увеличению мер поддержки некоммерческих организаций, так и рост количества самих объединений. Так, в прошлом году в конкурсе президентских грантов участвовали 12 организаций. 9 из них в итоге получили финансовую поддержку. Один из успешных проектов некоммерческой деятельности организация ТОСов. Присутствующие на форуме председатели территориальных общественных объединений подтвердили. Работа ведется, но иногда необходима поддержка властей, особенно если организация создается без регистрации юридического лица. Мы можем все-таки на уровне оборка именно разработать механизм поддержки этих классов. Очередную секретет. Может быть, через как-то вот подумать и закон о том, который будет внести эти изменения, что можно было это сделать. Одно из решений проблем это создание ресурсного центра, где бы аккумулировались денежные средства для решения организационных вопросов некоммерческого сектора, аренда помещений, арктехника и другие необходимые для работы средства и услуги. Поэтому параллельно нужно двигаться где-то к тому, чтобы обличать отчетность и помогать отчитываться тем ТОСам, которые хотят стать юридическими. И с другой стороны, помогать реализовать те проекты, которые ТОСы делают без образования юридического центра. Еще один удачный пример некоммерческая организация – Фонд экологического развития Ненецкого автономного округа. В прошлом году ими было заключено более ста договоров с предприятиями и организациями на сбор в Турсырья. Кроме того, фонд на протяжении нескольких лет проводит работу со школьниками по формированию экологического сознания. Закупили мы шредер. Он у нас как раз стоит на складе Ангаре для уничтожения архивной документации, которая очень много скопилась в других организациях. У нас уже на очереди 38 организаций, которые желают уничтожить архив. Опираясь на такой положительный опыт некоммерческого сектора, планируется, что работа будет продолжена, особенно в области реализации различных социальных проектов силами НКО при передаче части госполномочий от органов власти региона. Департамент образования культуры и спорта сейчас разрабатывает положение, по которому будет разработан механизм передачи субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, которые до этого реализовывались в рамках госзаданий бюджетных организаций. Кроме того, она отметила, что местные НКО могут привлекать различные ресурсные фонды, участвовать не только в окружных грантах и проектах, но и заявлять о себе на межрегиональных уровнях. Так, например, 1 февраля стартует прием заявок на президентский грант. Ольга Русл, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В Ненинском округе утвержден прожиточный минимум на 4 квартал 2018 года. Величина его в расчете на душу населения установлена в размере 20 297 рублей, что на 163 рубля меньше, чем в третьем квартале прошлого года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 21 360 рублей, для пенсионеров 16 576, для детей 21 228 рублей. Как пояснили в Департаменте экономики и финансов Ненинского округа, снижение величины прожиточного минимума связано со снижением стоимости потребительской корзины на 152 рубля и расходов по обязательным платежам на 11 рублей. В частности, снижение средних цен отмечено по таким позициям, как свекла столовая, маргарин, морковь, картофель и масло сливочное. В диапазоне 64% снизились цены на печенье, сахар, яблоко, соль, поваренная пищевая, вермишель и лук репчатый. Не столь значительное снижение цен, также отмечено на виноград, масло подсолнечное, муку пшеничную, крупу гречневую, горох и фасоль, а также свинину. Величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения Ненинского округа при разработке и реализации региональных социальных программ, а также для оказания необходимой госпомощи малоимущим жителям. Кроме того, на ее основе в Ненинском округе определяют ежегодную социальную доплату к пенсии. Напомню, в нашем регионе жители старшего поколения, чьего пенсионное обеспечение ниже установленного минимума, получают ежемесячную доплату из регионального бюджета. Другим новостям жизнь российских заемщиков станет проще. Сегодня вступили в силу поправки к федеральному закону о кредитных историях. Согласно им, уже с 31 января и кредитный рейтинг. Надежными будут считаться заемщики с большим количеством баллов. Там учитываются все просрочки платежей, размер долга и возраст кредитной истории. Узнать свой персональный рейтинг, при этом абсолютно бесплатно, россияне смогут по запросу через портал госуслуги. В год можно будет получить два отчета. Как и в электронной, так и в бумажной формах. Напомню, чем выше баллы, тем у заемщика больше шансов получить новый кредит. Государственный учет охотничьих ресурсов в Ненинском округе завершится в конце февраля. Его проводят сотрудники Департамента природных ресурсов, Экология ПК, а также Центра природопользования и охраны окружающей среды. Как и в прошлые годы, природоохрана проводит исследования методом зимнего маршрутного учета. Как пояснил руководитель окружного профильного ведомства Михаил Ферин, сотрудники осуществляют выезды на снегоходах. За два месяца планируется посетить разные точки региона. Общая протяженность 126 учетных маршрутов. В этом году составила 1259 километров. Эта работа необходима для того, чтобы определить квоту добычи животных и птиц. Специалисты профильного ведомства и казенного учреждения производят просчеты следов песса, лисы, волка, росомахи, горностая, куницы, белки, лося и зайца беляка. Также производится визуальный подсчет птиц боровой дичи, глухаря, тетерева, рябчиков и белой куропатки. Площадь исследуемой территории в этом году составляет порядка департамент произведет обработку данных, результаты которых будут направлены в Министерство природных ресурсов и экологии России. На основе полученных данных ведомство выделяет региону квоты на добычу охотничьих ресурсов. К работе готов. Журналистам окружных СМИ презентовали строительный 3D-принтер. С его помощью уже напечатаны первые элементы для благоустройства окружной столицы. Они стали своего рода пробой пера. С процессом изготовления малых архитектурных форм познакомилась наша сумочная группа. Раствор строительный 3D-принтер подается вручную по мере необходимости. Остальное выполняет техника. По заданным параметрам слои бетона накладываются друг на друга. При этом толщину слоя можно регулировать дистанционно с помощью специальной программы. Здесь же задаются параметры будущей конструкции. Это интересное оборудование, которое позволяет укладывать бетон по траектории по заданной, если говорить техническим языком. Но тем самым можно делать очень сложные и красивые формы из бетона. Это могут быть элементы здания, это могут быть малые формы, элементы лошадного дизайна. Самое главное, что это можно делать даже в единичных экземплярах. Не надо делать никаких форм для этого. И себестоимость этой продукции довольно-таки низкая. Рентабельность на малых формах, кто занимается производства малой формы. Есть предприятие по России за рубежом, которые работают на нашем оборудовании. Она довольно-таки высокая. По словам Александра Маслова, в работе с таким оборудованием важны три составляющие. Одна из них грамотный специалист. В нашем городе такие кадры есть. Семен Иванов, сотрудник МБУ «Чистый город», в июле прошлого года вместе со своим коллегой прошел обучение. Проходили мы обучение в городе Ярославля на базе «Спецавиа». То есть нас там научили именно проектировать все модели, которые мы печатаем, менять их код, так, чтобы это все работало с программой, которая непосредственно управляет самим принтером. Научили грамотно готовить смеси и, в принципе, вот, все. Они прошли курс и эксплуатации оборудования, и курс моделирования. Это довольно-таки грамотные специалисты, то есть в них сомнений нет. Одни из самых лучших, которых мы учили когда-то. Поэтому я думаю, что здесь все получится. Ну а чтобы конструкция, напечатанная на таком принтере, получилась крепкой и устойчивой к перепадам температур, очень важно правильно подобрать компоненты и их дозировку. Добавляются специальные ингредиенты, то есть затвердитель, жидкое стекло добавляется, специальные фибры существуют для укрепления всего этого. То есть, да, это все добавляется в смесь и сразу же печатается, плюс еще это все армируется во время печати. Для укрепления? Да, прям на саму деталь можно положить ту же самую сетку, например, либо арматуру и он прям поверх нее дальше пройдет, пройдет, печатать и тем самым будет крепче. Стоит отметить, что строительный 3D-принтер приобретен на средства компании «Лукойл». Мэр города Олег Белак убежден, оборудование окупится быстро. Безусловно, это окупится, если просто представить, что ну вот эту вот форму, да, с вами бы привезли сюда, условно говоря, транспортом, то есть если она вот весит, примерно, говорили, 120 килограмм, вот на самолетом 100 килограмм, на килограмм веса, да, то есть автомобилем мы затратили, наверное, килограмм бы 20-30, плюс это расходы на горючее и так далее. Здесь мы потратили, скажем так, определенную сумму на сам 3D-принтер, и она далеко не заоблачная, а остальные все инертные материалы, вода, это местные, да, то есть здесь получается, к большому счету, себестоимость состоит только из затрат на инертные материалы, на цемент, на воду, ну и на зарплату работников. Поэтому, безусловно, это окупится, если сравнивать при доставке сюда, потому что у нас все съедает логистика. Строительный 3D-принтер пока единственный в регионе, прошел пусконаладку и теперь готов к печати малых архитектурных форм для благоустройства города. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». И в завершении выпуска фонд Ненецкого краеведческого музея пополнился самым крупным окаменелым аммонитом. И в народе его называют еще ракушкой. Размер более 30 сантиметров. Нашли его на берегу Печоры еще в 2012 году и только в прошлом передали в музей. Подробности в материале Александры Литковой. Значительную для окружного музея находку сделал Федор Личутин, когда проводил экскурсию для туристов на берегу Печоры. Я его, короче, взвалил на себя. И мы когда пошли уже обратно, пришли на базу. Я его положил. И поставил топор, думал, сейчас камень раскалю. Ну, как обычно. Камень, думаю, раскалю и посмотрим, что внутри. Я когда его расколол, он открылся, они такие встали, увидели все это хозяйство, что там аммонит такой здоровый, там что-то на своем языке начали разговаривать, говорить, удивляться очень. Федор Личутин признается, находку у него не раз хотели купить. Но спустя время все же предпочел передать ее в музей. Аммониты – это ископаемые раковины головоногих моллюсков. Их размер от нескольких сантиметров до двух метров. Это головоногие моллюски, которые появились на земле примерно 400 миллионов лет назад и достаточно хорошо себя чувствовали в морях вплоть до примерно 60 миллионов лет назад. Одни из животных, которые существовали на земле самое продолжительное время. Как правило, находят окаменелые их раковины или отпечатки раковин аммонитов. По словам Нины Николаевой, такие находки – не редкость в нашем регионе. Но пока этот аммонит самый крупный из найденных в Ниньском округе. Мы проконсультировались с сотрудниками Института биологии Коми-научного центра, который находится в Сыктывкаре. И по предварительным оценкам они предположили, что данные аммониты проживали на территории нашего округа примерно 120-130 миллионов лет назад. Именно в этот ранний меловой период, именно в этот период наша территория, большая часть Европы была покрыта теплыми морями. Сейчас главная задача сотрудников музея сохранить аммонит в таком виде. Долгое нахождение вне природы не лучшим образом сказалось на его состоянии. Необходимо провести препарацию и склеивание всех фрагментов. И к концу этого года экспонат займет достойное место на выставках музея. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире. Всего хорошего. Продолжение следует...